Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим про вентиляцию. Сделал небольшой апгрейд я своей системы и покажу этот апгрейд в этом ролике. Но предварительно, значит, давайте мы с вами еще раз коснемся теории. В комментариях под видео про вентиляцию было много упреков, что я неправильно сделал, что вытяжку нужно делать вверху, приток внизу. Нет вопросов, согласен с вами полностью, если это касается жилых помещений или помещений для проживания людей. Так делают. Вообще, вот откуда пошло вот это вот, что вытяжка вверху, а приток внизу? Чисто сугубо мое мнение, я могу ошибаться. Это пошло из принципа работы естественной вентиляции, то есть циркуляции воздуха. Так делалась вентиляция в подвалах, так делалась вентиляция в гараже, в старых домах так делалась. Внизу приток, вверху вытяжка. У нас же система совсем другая. У нас принудительная вытяжка, то есть с помощью насосов. И нам, в принципе, по барабану мы можем откуда угодно вытянуть этот воздух. Хоть сверху, хоть снизу, хоть сбоку, хоть, я не знаю, с середины. Вот. Поэтому это касается вот этой вытяжки сверху при точке снизу. Потом, птичник, это не жилое помещение, не надо путать. В одну кучу не сваливайте все это. Это не моя фантазия, что я так сделал. Так написано в литературе по вентиляции для птичников. Понимаете как? Посмотрите любой птичник, вы увидите, что там приток, воздух направляется сначала вверх, там перемешивается с теплым воздухом, да, и эта масса вся постепенно опускается вниз и удаляется либо с середины птичника, либо ближе к полу, либо, ну, ближе к полу. Там не видел, чтобы она прямо вот вообще возле пола удалялась. Но суть не в этом. Принцип там другой совершенно, не такой, как в жилых помещениях для людей. Вот. Плюс, давайте логически рассудим, вот вы запускаете воздух снизу. Да, физику, наверное, все учили в школе, ну и что, вы запустили воздух снизу холодный, он там остался. И этот холодный воздух на уровне вашей птицы. То есть птица ваша в холодном воздухе находится. То есть по-хорошему вам приток этот нижний нужно подогревать, если правильно, да. Когда этот воздух нагреется, когда он там дойдет до вытяжки вашей. По поводу того, что аммиак у кого-то вверху. И всеми, и вот этими товарищами, нелюбимый интернет, да. Вы можете в интернет тоже зайти, посмотреть, открытая информация, сколько весит какой газ. Аммиак легче воздуха, да, нет вопросов. Он сначала поднимается вверх, но перемешиваясь с влажным воздухом, вот эта вот аммиачно-воздушная смесь с влажным воздухом опускается вниз. Посмотрите, это не секрет ни для кого. А если уж говорить нам еще о других газах, углекислый газ, он вообще в полтора раза тяжелее воздуха, он сразу внизу скапливается. Так что, пожалуйста, изучайте вопрос. Вот. Это касаемо газов. Я могу заблуждаться, нет проблем. Я сделал так, как сделал. Буду эксплуатировать, буду смотреть и расскажу обязательно вам. На данный момент, вот после недельной эксплуатации, я более чем доволен. Летом, если у меня будет еще тоннельная система, да, большой осевик в окне, в большую жару я буду включать его, и вообще нет проблем. Сейчас, кстати говоря, вот два дня были ветра, я вообще не пользовался опять-таки вентиляцией. Я ее выключил. У меня за счет наветривания воздуха через окна само все вентилировалось. Два дня вот была такая погода. Сейчас я включил опять. Так что здесь, понимаете, системой тоже надо пользоваться с умом, как бы смотреть, где включить, где выключить, когда включить, когда выключить. Так что, вот такие мои соображения. И в любом случае я буду смотреть, рассказывать вам. По поводу моего опасения, что вентилятор забьется, быстро выйдет из строя, да, такое возможно. Я не специально не буду ставить никакие фильтры на вытяжные свои каналы, потому как считаю, что это сильно, прям сильно уменьшит эффективность вытяжки. И заодно посмотрю, сколько прослужит мне вот этот вот осевой ВКМ-вентилятор. Я его вскрывал, смотрел, открывал, короче, трубу снимал. И на самом деле, знаете, там не так много. Я думаю, что будет гораздо хуже. Какой-то вот объем на лип, на лопасти там, на электродвигатель. И в принципе, на этом вот все остановилось, как бы вот так вот, в такой стадии находится. Так что понаблюдаем в любом случае. И я вас буду держать уже в курсе событий. Вот. А сейчас давайте я вам покажу, какое усовершенствование я произвел над этой моей системой. Вот такой апгрейд системы вентиляции я сделал. Значит, поставил обогреватель у окна, чтобы он подогревал входящий воздух. Ну, насколько это возможно ему, да? И вентилятор вот такой, над приточкой, чтобы вентилятор направлял этот воздух вверх, под потолок. Где, соответственно, воздух перемешивался бы с теплым воздухом и потом постепенно опускался вниз. Вместе со всеми ненужными газами. И который мы уже будем удалять с помощью вот той вытяжки в том конце птичника. Так, значит, мне в комментариях писали, что поставьте обогреватель под окно и за счет конвекции воздух он направит, потоки воздуха направят вверх под потолок. Ну, конечно, этого же недостаточно было, потому как он не настолько эффективен, чтобы направлять воздушные потоки вверх. Если бы вот сюда вниз поставить воздушную пушку, которую вот над дверьми ставят, то, да, возможно, этого было бы достаточно. Кстати, как вариант тоже можно рассмотреть. Но я исхожу из того, что у меня есть, поэтому у меня вот есть такой обогреватель. Я его поставил. И он, да, действительно в какой-то степени нагревает входящий воздух. И вот этот вентилятор, получается, засасывает все входящие потоки сюда вот вверх и направляет все это дело туда, в ту сторону и под потолок. Конечно же, этот вентилятор не засасывает исключительно уличный воздух. Он без какого-то корпуса, кожуха и часть воздуха он перемешивает внутреннего, что, в принципе, нам в любом случае будет полезно. Так, давайте я включу и продемонстрирую. Значит, подсоединил я его параллельно с вытяжным вентилятором и через диммер, вот через этот. Вот, то есть, вот на полную мощность он вот так вращается. Я его чуть-чуть придушил, но, наверное, процентов на 30. И он у меня вращается вот так. Подвесил я его просто на растяжках, на монтажных лентах, на металлических, с таким вот наклоном, чтобы он, получается, у меня, как вы видите, да, направлял потоки как раз вот отсюда и под потолок. Вот теперь мне еще, видите, прибавилось работки потолок мыть. Ну, что делать? Так, давайте теперь посмотрим. Закроем дверь. Так, закрыли мы дверь. Я понимаю, что здесь ничего не видно. Сейчас я... Ну, ладно, давайте попробуем. Значит, смотрите, как бы... Ну, здесь без вопросов. Здесь вот видно, что потоки направлены. Вот, по паутине. Мы будем смотреть по паутине. Надеюсь, вам видно. Вот, видите, да, движение воздуха присутствует. Причем в любой точке, если мы посмотрим. Еще преимущество этого вентилятора в том, что он перемешивает воздух. И, в принципе, при вот перемешивании всего объема в курятнике воздуха вам становится неважным, откуда удалять его сверху или снизу. И, соответственно, конечно же, я сразу ощущаю здесь улучшение микроклимата из-за того, что на всех уровнях вверху, внизу воздуха приблизительно одинаковой частоты. Ну, по восприятию человеком. Когда у меня работала просто вытяжка без этого вентилятора, то, конечно, я ощущал, что вот здесь сидя, сразу ощущал, что воздух устремляется вниз. Ну, как положено по физике. Он стелился по полу. Теперь же он поднимается вверх. И вот на всем протяжении вот моего вот этого помещения он более-менее равномерен. У меня даже температура в клетках стала равномерной. Ну, я сейчас открывал дверь. Вот верхняя у нас показывает 17,5, да? 18, может быть. Ну, 17,5. А нижний термометр показывает 14,5. 3 градуса. Ну, вот сейчас из-за открытой двери так, а вообще мне удалось достичь разности температур между низом и верхом в 2 градуса всего лишь. До этого, вообще, до системы вентиляции у меня разница температур была ну, где-то порядка, наверное, 5 градусов, 4. А когда я, значит, сделал вытяжку, соответственно, холодный воздух устремился вниз, и перепадик у меня возрос несколько даже. А вот сейчас вот в такой системе при перемешивании воздуха все стабилизировалось. Так, давайте вот здесь еще посмотрим. Где у нас вот-вот паутинка? Сейчас я... Это самый дальний угол, да? Понятно. Ну, наверное, вам не видно на камеру. Чуть-чуть. Чуть-чуть здесь колебания паутины есть, то есть все равно минимальное какое-то движение все равно присутствует. Вот, так что вот в таком варианте я стал еще больше доволен. Как бы будем наблюдать, смотреть, насколько это все надежно, сколько прослужат вентиляторы. этот вытяжной, как быстро они выйдут в строе. Будем смотреть, я вам все расскажу. Обогреватель сейчас, кстати, на улице ноль. Он выключен вообще. Вот, я держал долго открытую дверь, чтобы снять это все, чтобы было видно. Соответственно, тепло ушло, а так вообще температура 22 у меня на верхнем ярусе и 20 на нижнем. Мне удалось, как сказать, более однородным объем вот этой воздушной смеси в помещении в моем создать. И, соответственно, температуру тоже. И вообще, по большому счету, если вы перемешиваете воздух вот так вот каким-то вентилятором внутри помещения, вам становится все равно, откуда вы будете удалять эти ненужные газы. Сверху, или снизу, или с середины. Понимаете, в чем дело? Ну все, надеюсь, вам эта информация была полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, жмите в колокольчик. Но по саран, всем пока!